Вася, мне прислали схему, как считаются погонными метры, допустим, плентуса, вот как у нас до скрытого монтажа, погонными метрами, дверными проемами, обрамить, вот это все обмазать, подмазать, как они вообще считаются, понимаешь? Ну, я не знаю, я, конечно, не арифметик Пупкин, но я понимаю, в моем понимании, погонный метр, он и есть погонный, то, что идет в длину. Ну, а как? То есть, получается, снизу погоны, вот это погоны, ну, вот так и считается, а что разве не так? Ну, я тоже так понимаю, по откосам, то, что меньше метра, погонным метром считается, рядом стена больше метра, считается квадратным, высоту на ширину умножаешь, квадратным метром. Короче, все, что меньше метра считается? Ну, как-то так, понимаешь, в моем понимании, до сегодняшнего дня я считал, это так. То есть, ты считал, что ты правильно считаешь работу? Я думал, что я все-таки правильно это делаю, понимаешь? И я так настойчиво, оказывается, всем это рассказывал, всех, получается, я то ли обманывал, то ли переубеждал людей, которые говорили, ну, как ты можешь посчитать? Я говорю, ну, вот так вот. Разве как-то можно по-другому посчитать? Я у меня в голове не укладываю. Ну, квадратными метрами можно посчитать. Вот, шду ли тебе две. Мне прислали схему, где как раз четко показывается, как примыкание вот к дверной коробке из стены проходит. Давай, показывай схему. То есть, это плинтус идет, понимаешь? Погонная метра. Это дверная коробка, это опять плинтус, часть пошла. Вот часть ты считаешь погонным метром, не доходя метра до коробки двери, у тебя, получается, квадрат образовался каким-то образом. Квадрат, ну... Потом дальше опять погонный метр. Да. Потом дальше опять, я не знаю, вот это вот нарисовано, что, квадрат. Потом опять погонный метр, потом еще один квадрат. Откуда вот эти два квадратика здесь появились? Ты у меня спрашиваешь. Ну, а как можно это объяснить? Я не знаю. Ты не понимаешь? Я просто в схемах не силен. Может быть, заказчик имеет в виду, что ты в этом месте стену проходишь, ты же сверх проходишь, на нет, шпаклюешь. И ты типа до конца прошел, вот так. А здесь получается, как будто бы ты уже начал отсюда сводить на двери. С верхней точки, ты имеешь в виду метровой? Да, с метровой. То есть, донизу ты ничего не делал с дверьми. Почему это? Ты же считаешь, вот смотри, ты считаешь погонным метром какую часть? Вот у тебя плинтус, вот плинтус. Вот эту щелочку всего лишь считаем позором. А то, что я свожу и оставляю больше, я специально оставляю для того, чтобы было у меня одинаковое. Перепадов не было. Это я заранее делаю. То есть, я мог это не делать, и тогда был бы перепад. А я наоборот делаю его. То есть, то, что ты вот так вот можешь на метр свистеть, это уже твоя инициатива. Конечно, это моя инициатива, потому что я хочу, чтобы у меня не было разной плоскости. То есть, одинаковая плоскость была. Согласен. Все. А фактически ты заделываешь, вот, вот эту вот ты только заделываешь, вот эту часть. Да, да, вот эту часть. Нет, ну ты скажи, квадрат откуда тут? Ты объясни мне, я не могу. Я, может быть, заказчик думает, что мы считаем вот так, поэтому он говорит, что вот здесь, типа, вы вычитаете с двери этот квадрат. Но, может быть, просто он не понимает, мне так кажется, что мы в данном случае считаем только вот этот участок. Вот этот участок, потом вот этот участок пойдет. А то, что я больше вот здесь расшил, это мне нужно расшить, чтобы тут серпянка вместилась, чтобы на нет это свистеть. Ну да, то есть, это чисто вот технические такие. А со мной, как бы, заделка идет вот этой части. То есть, вот здесь вот эта вот алюминиевая часть двери, соответственно, щель, пена, ну и перехлёст серпянки. Нет, ну ты тут квадрат даже не можешь своровать, тут нет его, видишь? Вот с той стороны ты можешь как-то своровать. Ну да, здесь квадрат можно поместить. Да, а вот тут нет, тут уже как-то... Короче, нам заказчик сказал, что объяснит, объяснит нам, как это он считает, обязательно мы еще потом к этой теме вернемся. Очень интересно. Может быть, он нас убедит. Нет, возможно убедит, но просто я не знаю. Нет, просто может быть, это с математической точки зрения это как-то возможно объяснять. У тебя какое образование? У меня отличное образование, которое всю жизнь в школах проходили, ну вот и все. Отличное от других? Да. Возможно, есть какая-то там, знаешь, формула бим-бим-бим-бим, и это как-то высчитывается. И потянулся. Но строительство у меня так не высчитывается. Это я заранее уже говорю. Я, конечно, не знаю. Жду аргументов. Да, паспорт, напишите свое мнение обязательно. Пап 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 p